АПЛОДИСМЕНТЫ Сериал о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне несомненный, на мой взгляд, шедевр советского телевизора. Приглашаю на сцену его создателей. Ну, не всех, конечно, но основных. Режиссер фильма Игорь Масленников и композит Владимир Дашкевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вот сюда. Скажите, пожалуйста, это что, был госзаказ? Или это была ваша инициатива? Это была инициатива двух замечательных, к сожалению, ушедших от нас сценаристов, Дунского и Фрида. Но вы относились, скажем, к тем детям, которые в детстве там замусоливали канадолевский сборничек этот желтый из библиотеки приключений? Нет? Нет, нет. А я относился. Я тоже относился. Поэтому я думаю, как же можно было с таким удовольствием и восторгом это делать, особенно это любя. То есть вы что, это приняли как, ну, возможность просто работать? Нет, не в этом дело. Дело в том, что, так сказать, поиграть в англичанство, вот этим я занимался с детства. Кстати говоря, если вы смотрите фильмы, неужели вы всерьез занимаетесь, так сказать, слежением за детективным сюжетом? Нет, конечно. Конечно, нет. И не этого мы достигали. Да, понимаю. Причем по двум причинам. Во-первых, я знаю эти рассказы наизусть. А во-вторых, смотреть не оторвешься. Конечно, именно потому что ты следишь за тем, как люди играют в англичанство. И успешно играют. А, скажите, пожалуйста, распределение ролей, это мучитель был процесс? Холмса искали долго? Вы знаете, что с Холмсом... Я сразу знал, что я буду снимать Ливанова. Сразу. Дело в том, что до этого мы работали вместе, так сказать, с Владимиром Сергеевичем над фильмом Ярослава на королево Франции, где Ливанов играл такого разнузданного пьяницу-рыцаря, такого дебошира, скандалиста, шумного, заросшего, грязного. И, тем не менее, когда мы были в экспедиции, и когда жили вместе, я обнаружил в нём, как в человеке и как в актёре, способность вот к этому самому, так сказать, тоже немножко так поангличанствовать. И его голова до лихоцефала годилась для этого дела. Всё для этого годилось. И такой специфический характер такой, и голос, как это ни странно. Ну да, то, что вообще, то, что Холмс тогда заговорил голосом крокодила Гены, было полушоком, полувосторгом. А вы знаете, мне, несмотря на то, что я с самого начала думал, что я его буду снимать, мне его не утверждали на центральном телевидении. Потому что это же всё снималось по заказу центрального телевидения. Не утверждали. А им кто виделся? Ну вот, типа Кайдановского что-нибудь такое. Такой абсолютный, такой, так сказать, обесточенный. Обескровленный. Обескровленный. И вы знаете, наверняка каждый нормальный человек с ними бы тогда согласился. Да, да, да. Это был такой ход, довольно смелый, так сказать. Но в этом деле мне очень помог Виталий Соломин, который вот как бы как раз Ватсона я долго искал. И случайно обнаружил в актёрском отделе его фотопробу, где он с наклеенными этими английскими, армейскими усами, вот таким, как у нас с вами. И я вдруг увидел, что это Кондандой. Просто вот этот самый эдинбургский англичанин с рыжими волосами, с письнущатой красной шеей. Ну и так далее. И мне стало ясно, что Ватсоном должен быть Виталий. И всё как будто получилось. Слава тебе Господу. Владимир Сергеевич, вы написали классическую английскую музыку к этому фильму. Марш, что ли, да, как бы сказать? Что это такое? Вы знаете, я должен вас перебить. Я вам должен рассказать историю вот этой музыки. Дело всё в том, что мы... Думаете, что Дашкевич с вами не справится? Дашкевич... Он молчит уже довольно долго. Это майор. Это я расскажу. Да. Это произошло, в общем, отчасти потому, что Игорь Фёдорович живёт в Петербурге, тогда Ленинграде, а я живу в Москве. И Игорь Фёдорович, как человек, понимающий, что композитор это человек ленивый, лежит на диване и не хочет ничего сочинять, он мне звонил время от времени, давал задание. Задание было такое – написать увертюру, подобную заставке в культурной программе BBC. Он мне звонил в субботу, а культурная программа шла вечером в пятницу. Это же надо каким исполнительным быть, чтобы неделю держать в голове задание режиссёра. Я его и не держал. И ни разу не сделал попыток послушать эту заставку, и так я её и не слышал. Но когда я её записал, тогда я просто взял этот самый кассетник и ночью записал эти позывные. Володя послушал и говорит, так это же просто Бриттон на тему Пёрсова. И вопрос был решён мгновенно. Нет, ничего подобного. Когда просто третий раз Игорь Фёдорович позвонил, то я понял, что неудобно динамить режиссёра так долго. Я взял телефон на длинном шнуре, подвёл, подсел к роялю вместе с ним и заиграл. Боже, я так... Первое, что мне пришло в голову. И вот это первое, что пришло в голову, была вот эта музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы видите, что это Бриттон на тему Пёрсова? Вижу, что это Бриттон на тему Пёрсова. И вообще Станиславский в таких случаях говорил, не верю. Это... Вот так вот сходу... После чего Игорь Фёдорович сказал... Это Бриттон на тему Пёрсова. Володя, возьмите карандаш и запишите эту музыку, а то забудете. Это было очень тонкое психологическое решение. А потом, когда я приехал в Ленинград, в Дом творчества Репина... Комарова. Комарова. У нас это Репина называется, то у вас Комарова. Они находятся рядом. Дом творчества кинематографистов, действительно... А Комахмазидоров Комарова. И не спорьте со мной точно. Называется оно Репина. Так вот... Комарова-то куда скляр ездит. Так вот, ко мне... Ко мне уже после выхода Шерлок Холмс на экран, ко мне подсели два музыковеда ленинградских. Один из них поспорил, что это поздний Пёрсов, а другой, что это ранний Бриттон. Поскольку я не такой умный, чтобы изучать творчество Пёрсова и Бриттона, то я, значит, сказал, что это Яна Сочидил. Они жутко обиделись, и каждый из них остался при своём мнении. Он написал очень много прекрасной музыки, кроме этого Репина. Именно в этот фильм. Мне так нравится это его... Мы с ним давно вместе работаем, пока не собираемся расставаться. Я много раз слышал про то, что... Вот такая расплачатая формулировка. Англичане назвали эту пару лучшими исполнителями ролей Холмса и Ватсона. Какие англичане? Кто это сказал? У меня есть газета Daily Mail, ну, давняя тех времён, когда в Англии показывали... Не весь сериал показывался в Англии. В Англии показывался только «Собака Баскервилли». Показывался, тем не менее. Да, да, на BBC. И вот сразу в этой газете появилась большая статья какой-то дамы, которая анализирует нашу работу и приводит слова Маргарет Тэтчер о том, что она ей сказала, что... Вы знаете, я случайно посмотрел русского Холмса. По-моему, это его лучший в мире. Сказала Маргарет Тэтчер. Мне вильно спросить, почему вы седой в этом контексте? Я седой, потому что вся эта история продолжалась 8 лет. Да, все эти контакты, общение и всё прочее. Это было довольно нервное занятие. При том, что я хочу сказать, что это не был сериал. Это не сериал, его неправильно назвать. Да, понятно. Это пять отдельных фильмов. Между ними, между прочим, между ними я снял ещё две картины. «Зимнюю вишню» и «Пиковую даму». Внутри, между этими фильмами. Такой лёгкий вздох женский пронёсся по залу. Да. Отреагируйте, отреагируйте. Да. «Зимняя вишня» — это тот же Масликов, тот же Дашкевич. Да, да, да. Обидно быть режиссёром. Ну, театральным просто совсем катастрофа. Если тебя не показывают по телевизору, тебя не знает ни один человек. Какой-то Мирхольд. Кино, что там чуть лучше, но тоже обидно. Видите, да? Они не знали. Потому что, да. Это Никита Михалкова, да. Но это потому что в кадре появляется. Да, Никита Михалков. Потому что он был в «Собаке вискремеле», я думаю. Кстати говоря, ну конечно. Поэтому он был знаменит. Совершенно верно. Насчёт нервов, которые обошлись седой головой, с кем было трудно работать на площадке? No comment. No comment. То есть без комментариев. Владимир Сергеевич, хочется вам рассказать какую-нибудь историю, связанную с картиной, которую мы не вспомнили, или которая вообще малоизвестна? Ну вот видите, при режиссёре, разве поговоришь? Поговорить, уже сейчас. Нет, режиссёры, они же деспоты. Они всегда... Вы сами же ты режиссёр, между прочим. Тоже деспот. Вы же знаете, как нашему брату поговорить. Потом окажется, что есть вещи, которые не надо было вообще говорить. Василий Борисович, очень, как мне кажется, актёр, который вёл себя замечательно на съёмках. Как всегда. Отчего я и посидел. Фильм вышел вовремя, не лежал на полке. Да? Да. И должен сказать, что вообще это был такой отличный уход. Мы же это снимали с 79 по 86 год примерно, всё это продолжалось. И самое мрачное время, самое такое унылое, упадок полный, духовный, какой угодно. Вы все это знаете. Я не буду вам напоминать об этом. И была такая возможность оттянуться, как теперь говорят молодёжь. Мы получали удовольствие от этого дела. Делалось легко. Это было наше спасение. Наше спасение. Так мы продержались почти до перестройки. И вы знаете, оно было не только ваше. Бегство на свободу было не только для вас. А куда он был деться? Конечно, так. На экране собирались весёлые, остроумные, ехидные люди. И мы понимали, во что они играют. И играют с ними те, кто за кадром. И я вам за это очень признателен. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...